Сейчас ей 52. Анна три раза была в официальном браке, а сейчас одна воспитывает особенного сына, отец которого ушел из семьи. Он женился на молодой девушке и растит с ней общего здорового ребенка. Как сейчас живет актриса и телеведущая Велина Бледан с солнечным сыном. Она родилась в Ялте в семье латышского фотографа и с юных лет занималась в театральном кружке и хореографической студии. Уже с детского сада Велина слыла настоящей модницей, ведь бабушка шила ей красивые платья. Женщина хотела стать актрисой, но не сложилось, поэтому свою мечту она реализовала в своей ручке. В юности за Велиной ухаживал сын Софьи Ротару. Он забирал ее на иномарки и молодые люди проводили время в дорогих ресторанах. Но, как признается сама Велина, она чувствовала его звездность и ей пришлось бы стать его тенью, а она всегда была слабодолюбива. Ничего серьезного у молодых людей не вышло. Затем была учеба в Ленинградском государственном институте театра музыки и кинематографии и театральном центре имени Юджина у Нила в США. А дальше работы на телевидении. Фильмография актрисы насчитывает около 50 картин с ее участием. Эвелина засветилась в таких сериалах, как «Моя прекрасная няня», «Холостяки», «Солдаты», «Универ», «Счастливы вместе», «Папиной дочки» и многих-многих других. А вот личная жизнь актрисы до сих пор активно обсуждается в средствах массовой информации. Первым супругом Эвелиной стал украинский актер в гражданском браке, с которым телеведущая прожила 7 лет. Однако после официальной росписи молодожены расстались всего через 2 месяца. А вот с израильским бизнесменом Блёданс заключила союзов год расставания с первым супругом. Вскоре у Дмитрия Эвелиной появился на свет сын Николай. Сейчас ему 27 лет. И он живет в Израиле, куда юноша уехал еще 10 лет назад жить к отцу. Как ни странно, но все браки Блёданс длились 7 лет. И третьи законные отношения не стали исключением. Продюсер Александр Сёмин стал ее законным мужем и отцом второго ребенка. Но уже на раннем сроке беременности супругов ждало испытания. Эвелина узнала, что их ребенок будет особенным. Они оба нашли в себе силы принять его, хотя врачи настаивали на обратном. Эвелина и Александр пошли на этот шаг обдуманно и осознанно. В этом году их сыну Семену исполнится 10. Мальчик родился с синдромом Дауна, но родители делают все от них зависяще, чтобы Семен чувствовал себя полноценным. Беда не приходит одна. Когда Семену исполнилось 5 лет, Александр ушел из семьи. Эвелина в одном из интервью призналась, что он не выдержал пристального внимания к его персоне. Сейчас он женат на девушке намного моложе себя и воспитывает с ней дочь Веру. Девочка родилась здоровой и радует своими успехами маму и папу. А Эвелина счастлива в новых отношениях. Она не любит выносить на всеобщее обозрение свою личную жизнь, но рядом с ней все время присутствует любящий ее мужчина, фотографиями с которыми бледом сделятся в социальных сетях. Недавно она призналась, что купила свою первую недвижимость в Москве, квартиру за 17 миллионов рублей. Сейчас актриса много снимается и гастролирует с театром. Она организовала благотворительный центр «Мы все разные». Много времени проводит со своим сыном и счастлива, как мать и жена. Она смогла, несмотря на столько разводов, реализовать себя, стать успешной и создать гармонию в семье.